Капитальный ремонт здания шел на протяжении двух лет. Помимо приема пациентов, а их, к слову, планируют принимать до 14 тысяч в год, в поликлинике действует образовательная программа по повышению квалификации для стоматологов. Многофункциональная стоматологическая поликлиника медико-санитарной части Казанского федерального университета будет готовить стоматологов самые разные направленности. Именно здесь студентам представится уникальная возможность получить практические знания и навыки на высокотехнологичном оборудовании. Вот этот многофункциональный стоматологический центр Казанского федерального университета является основой для создания материально-технической базы нашего направления. И, конечно же, это и подарок для нашей Казанской школы стоматологов. Это основа этой стоматологии, где можно уситься и науситься, и стать хорошим врачом. В ходе экскурсии были представлены отделения детской стоматологии и ортодонтии, отделения цифровой стоматологии, учебный блок, кафедры стоматологии и имплантологии, а также отделения диагностики. Продемонстрированы обновленные кабинеты, фантомные и учебные классы, а также оборудование в виде 3D консультативно-лучевой компьютерной томографии. Для студентов Института фундаментальной медицины и биологии стоматологическая поликлиника – место для получения драгоценного опыта. Рустам Мениханов остался доволен проделанной работы и отметил слаженность коллектива. Десять лет тому назад мы начали обучать студентов-стоматологов в стенах нашего университета на кафедре стоматологии и имплантологии Института фундаментальной медицины и биологии. Дальше, через пять лет, мы открыли, получили лицензии по семи стоматологическим направлениям, ординатуру. Дальше аспирантора. Это уже мы сумели сделать в 2019 году. И в этом же году открыли специализированный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. По словам ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина, ремонт объекта закончили согласно плану в срок. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Фарид Захидоглы, Универньюс.